Американский танк Шерман Т-4 Танк Второй мировой войны Ну самый такой многочисленный танк За три года с 1942 по 1945 было 50 тысяч штук сделано Т-34, который в принципе с ним одним классом За 10 лет было сделано в 31 тысяче штук Вот это Шерман В данном случае канадских В канадских вооруженных силах на вооружении Вот такой танк когда-то сражался на полях Второй мировой войны Вот это пушка 76-миллиметровая по-моему Немножко уступал он Т-34 в броне Потом у него более высокая точка, скажем так Тяжести, центр тяжести выше, поэтому он мог переворачиваться Но в чем-то и был лучше Например, если какие-то особенности я не помню Я знаю, только читал, что Т-34, например, те же болота Мог проскакивать только по-быстрому, по-прямой Этот мог одной гусеницей, как притормозив, разворачиваться на месте Вот так, Т-34 это не мог Ну, в общем, в принципе, одного класса танки Сейчас, конечно, выглядят довольно-таки наивно По сравнению с новым вооружением Но между тем все еще смотрится такой А вот, кстати, у него заклепки вон впереди Не сварка, а заклепки здесь Щит еще такой Вот два пулемета Три пулемета, три Пушка Треки такие Вот сзади люк Для стрельбы, я так понимаю Вот там какой-то бардачок сзади Вот он М4 Шерман В данном случае Кларк Называется почему-то Ну, видим так Название танка было Самый массовый танк Второй мировой войны, повторяюсь Почти 50 тысяч штук было сделано за три года Кстати, как Т-34, так и Шерман Они, вот этот Т-34 Они, ну, не могли противостоять, конечно Этим самым противотанковым орудием Артиллерии Но они, в принципе, для этого не были предназначены Они были предназначены для Сорокопяток противостоять, чтобы защищать пехоту Вот это они, да Вон, броня Ну, между тем Исполняли свои Функции Исполняли хорошо Ну, вот так вот А вот САУ Самоходная артиллерийская установка Тоже Шерман На базе Шермана Называется Ахиллес Покрупнее, чем Это М10 Покрупнее, чем М4 Танк М10 Так Ну, пушка тоже, по-моему 76 миллиметров 76,2 Надо знать, такой козырек Какой-то Интересный Зачем нужен, не знаю Защитный, может Ну, и как Это английский Ахиллес Потому что на базе американского Шермана М10 Был сделан Ахиллес Английский Ну, как у любого Ахиллеса Естественно Есть своя Ахиллеса Песа Был сделан как САУ Для борьбы с танками Но Закомендовалось Довольно-таки Плохо Во-первых Пушка очень Вернее, этим Башня очень Вручную Поворачивалась долго Броня Недостаточно Сверху Там вот Если сверху Заглянуть Там открыто То есть Вверху нет Броня Броня Нет Вверху Там открыто Все Ну, в общем Выпущен Был 6 тысяч Экземпляров Но Как-то Особенно Себя не Зарекомендовал Ахиллес С его Ахиллесовыми Многочисленными Ахиллесовыми Пятками Пятками Вот такой Ахиллес Шерман На базе Английский Ахиллес На базе Американского Шермана Т-10 Сейчас стоит В полях Как памятник Той Далекой войны Страшный Ну и лучше Пусть они так ставили И старые И современные Как памятники Но не больше Продолжение следует Продолжение следует